Мы находимся на Вельске Household Expo, разговаривая с нашими гостями. Здесь есть деловая программа, форум, где рассказывают спикеры о разный контент. Петр, вы рассказывали про что, какой опыт вы передавали аудитории и чем обеспокоена может быть аудитория, может быть что-то заметили. Мое выступление было посвящено актуальным тенденциям рынка бытовой химии, поскольку было достаточно много докладчиков, сложно было сконцентрироваться на одной из тем. Аудитория очень профессиональная, большой выбор спикеров по всем темам. Поэтому я обозначил те тенденции, которые мы в ассоциации, наша ассоциация крупнейшая на этом рынке, считаем актуальными. Это локализация производства, это развитие экспорта продукции в страны Евразийского союза с территорией Российской Федерации, в странах, у которых заключено соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Также важной тенденцией является влияние различных экологических трендов на бытовую химию. В том числе я подробно остановился на том, что, к сожалению, нередко в средствах массовой информации и в социальных сетях мы видим культивируемый негатив по отношению как к бытовой химии, так и к ее отдельным компонентам, например, поверхностно-активным веществам. Постарался рассказать о том, что, например, простейший пример поверхностно-активных веществ – это обычное мыло. Это является, безусловно, нужным и важным продуктом, в том числе благодаря которому мы победили массу инфекционных болезней и совершенно опасения по этому поводу, на мой взгляд, беспочвенные. Вы ассоциация, соответственно, вы, скорее всего, мониторите законодательные инициативы или просто изменения в законодательстве. Что ожидать в 2019 году с точки зрения позиции законотворчества или чего вы ожидаете? Прежде всего, это разработка документов к техническому регламенту о безопасности химической продукции. Это очень большой, важный документ, который требует массы так называемых документов второго уровня, которые будут конкретизировать требования к различным химическим веществам, смесям и так далее. Требуется разработать массу стандартов. Мы готовы в этом активно участвовать. Кроме этого, мы ждем, наконец, принятия нашего профильного технического регламента Евразийского союза о безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, поскольку нормативная база сегодня требует совершенствования. И этот регламент, который уже достаточно давно находится в финальной стадии готовности, но пока не утвержден, мы надеемся, что в этом году все-таки это и случится. Спасибо большое. Не переключайтесь. Скоро включение с новыми экспертами и нашими гостями.